Здравствуйте, меня зовут Иван Басов, всем привет! Я работаю в дизайне интерьера более 10 лет, преподаю уже более 8 лет, преподавал 4 года в Строгановке и уже 4 года преподаю в Британке. И знакомлю людей, которые не умеют рисовать, с основами и более продвинутыми стадиями рисунка. Я не буду использовать сложную терминологию, мы наоборот постараемся перевести все на простой язык для того, чтобы вам было понятнее. Специфика, которой мы будем с вами заниматься, как раз это предметный и интерьерный дизайн, скетчинг. Сейчас это в перспективе. Есть такая штука, которая называется линией горизонта. Это прям линия, с которой будет у вас вся дальнейшая работа, соответственно, связана. Линия горизонта всегда будет находиться на уровне ваших глаз. То есть, если мы здесь рисуем два глаза, то как раз линия, которая будет проходить между ними, это и есть линия горизонта. Если у вас предмет будет находиться ниже ваших глаз, то вы будете смотреть на него сверху. Если он будет находиться выше ваших глаз, то вы будете смотреть на него снизу. И на этом построена, в принципе, вся перспектива. Значит, перспектива бывает фронтальная и угловая. Начнем мы с вами с фронтальной. Фронтальная перспектива от перспективы с одной точкой схода. Вы ставите на своей линии горизонта точку схода и берете 2D изображение вашего предмета. Выбираете любой вид, который вам нужен. Значит, перспектива не случайно называется фронтальная, потому что она берет свое начало с фронтального вида какого-то предмета. В данном случае мы будем разбирать все на кубики, поэтому мы рисуем квадрат. Мы нарисовали квадрат и от всех его углов мы проводим такие вот лучики в эту точку схода. Что происходит? Мы с вами вот этот квадрат начали вытягивать в глубину к линии горизонта. Далее нам просто надо все ограничить. То есть мы берем, рисуем линии параллельные первым нарисованным. У нас получается совершенно такой же по форме, такая же по форме плоскость задняя, но она получается меньшего размера. Это и есть перспектива. То есть в перспективе то, что дальше от нас, когда мы будем рисовать, будет меньше, чем то, что ближе к нам. Есть еще перспектива угловая. Не надо пугаться. Вот этот кубик, например, нарисован в угловой перспективе, а не во фронтальной. На самом деле перспективы это одно большое общее понятие. Не надо ее делить отдельно на фронтальную, отдельно на угловую. Единственная разница между фронтальной и угловой перспективой, что во фронтальной перспективе одна точка схода, а в угловой две. Две или более. Но сейчас мы говорим о двух. Значит, что происходит с предметом, если вы видите его с угловой перспективой. То есть в первом случае с фронтальной перспективой вы смотрели на него чисто спереди и у вас была одна точка схода. А в угловой перспективе вы начинаете смотреть на него с угла. То есть ближайшей точкой для вас становится не фронтальный вид, а угол или точка. Но в данном случае мы будем брать с вами ребро. То есть это вот такой вот отрезок. Для того, чтобы вам было чуть попроще, мы будем работать прямо с этим кубиком во фронтальной перспективе, который мы с вами нарисовали. И возьмем какую-нибудь грань, относительно которой мы будем его поворачивать углом к нам. То есть вот наш кубик. И вот возьмем, например, вот этот вот угол. То есть в данном случае этот угол находится на нашей доске вот здесь. Я его зелененьким светом помечу. Значит фронтальная перспектива начинала строиться с фронтального вида у нас. А угловая перспектива начинает строиться с угла. И в данном случае угол это наш отрезок. Значит что происходит в угловой перспективе? Вы смотрите с угла на предмет. То есть иначе говоря мы берем этот кубик и начинаем разворачивать его углом к нам. Например, берем вот этот вот отрезок и поворачиваем его. То есть он меняет свое положение. Значит нам этот отрезок надо продлить до линии горизонта и поставить здесь точку. Значит на самом деле, когда мы смотрели на кубик во фронтальном виде, вот эти вот линии у нас были все параллельны и нигде не сходились. Это некоторая иллюзия, потому что на самом деле мы воспринимаем все пространство сферично. И эти линии относительно нас сходились бы в точке схода, просто она была бы нам не видна. То есть она находилась бы справа от нас. Мы начали разворачивать предмет и точка схода вместе с предметом тоже начала разворачиваться. Значит вот эти вот линии сейчас будут сходиться в этой точке схода. Что мы с вами сделали? Мы с вами вот эту плоскость кубика чуть-чуть развернули. То есть вот этот вот отрезок у нас переместился, чуть-чуть сдвинулся, соответственно мы смотрим на него под углом. В данном случае вот эта плоскость изображена уже в угловой перспективе. Значит, что происходит с остальными плоскостями? Если мы поворачиваем переднюю плоскость куба, разворачиваются все относительно нее остальные. То есть в данном случае и нижняя, и верхняя, и две боковые, ну и соответственно задняя. То есть вот там вот изображена такая невидимая боковая плоскость. Что с ней произойдет? Она тоже начнет поворачиваться. Значит она начнет поворачиваться и мы также ее продлеваем до линии горизонта и ставим вторую точку схода. На самом деле чуть дальше это будет происходить в данном случае. Условно возьмем здесь. Глазик оставим. Значит то же самое, что мы делали. Мы с точки схода проводили лучи к этому отрезку тянули. Значит проводим. У нас получается угол выходящий на нас. Чего нам не хватает? Нам не хватает верхней плоскости, нижней плоскости и задних невидимых. То есть вот эту плоскость мы повернули. Она получилась под углом. Сейчас мы с вами нарисовали вот эти две плоскости. Правую и левую. Что нужно сделать дальше? Значит во фронтальном виде все вот эти линии были параллельны. Они все на самом деле сходились в одной точке схода. Поэтому мы себя проверяем. Значит куда от этого отрезка вели линию? Они вели в одну точку схода и в ту точку схода, которую мы с вами рисовали. Соответственно мы разворачиваем кубик. Куда у нас пойдут линии? Они идут в точку схода, которая у нас повернулась и появилась на линии горизонта. Давайте назовем ее B. И ведут в точку схода изначально. На самом деле что произошло? Когда мы повернули кубик, у нас на самом деле по линии горизонта сместилась вот эта точка. Давайте ее условно назовем A. Она повернулась вместе с кубиком и оказалась вот здесь. То есть в принципе это вещи, опять же говорю, взаимосвязанные. Фронтальная, угловая перспектива. Мы просто взяли и точку A переместили. Поэтому если из этого отрезка линии шли в точку B и в точку A, они точно так же и в угловой перспективе будут идти в точку B и в точку A. Соответственно, когда мы брали тот отрезок, куда шли лучи в точку B и в точку A. То же самое происходит и в угловой перспективе. В точку B и в точку A они уже идут. И пересечения мы с вами соответственно соединяем. У нас получился кубик в угловой перспективе. Чуть более подробно об этом будем говорить в процессе непосредственно онлайн-курса. Сейчас это просто вводные какие-то понятия. Вот это вот угловая перспектива, это основной закон. Мы с вами изобразили кубик, на который мы смотрим сейчас сверху. Относительно наших глаз он расположен ниже. А сейчас давайте попробуем изобразить кубик, который выше линии наших глаз. То есть он будет выше линии горизонта и изобразим его тоже в угловой перспективе. Значит угловая перспектива. С чего начинается построение? С угла. Соответственно, мы с вами рисуем в данном случае отрезок. Тот самый отрезок, относительно которого мы поворачивали наш кубик. То есть мы нарисовали его здесь. Что мы делаем дальше? Мы сводим лучики в точку А и в точку Б. Поскольку мы рисуем в угловой перспективе, про фронтальную мы пока забыли. У нас уже есть две точки, с которыми мы будем работать. Давайте только немножко сместим этот отрезок. Вот здесь его, например, нарисуем. Значит, что я сказал? Введем лучи в точку Б и ведем лучи в точку А. Что у нас с вами получилось? Получилось. У нас получился с вами на самом деле вот этот угол, от которого в пространстве пока бесконечно и неограниченно уходит три плоскости. Нижняя и две боковых. Нижняя и две боковых. Что мы с вами делали дальше? Дальше мы рисовали задние части. То есть мы с вами должны как-то ограничить в пространстве наш предмет. Давайте нарисуем отрезок на этих линиях справа и слева. Значит, из них куда шли лучи? Тоже в две точки схода. Соответственно, из левого луча мы ведем луч в точку схода. Два луча. И с правой в левую, соответственно, ведем тоже два луча. И соединяем их между собой. У нас с вами получается объемная фигура, в данном случае кубик, на который мы смотрим снизу. Вот у нас, собственно, угловая перспектива, с которой вам стоит познакомиться. Значит, это его нижняя плоскость, это его две боковые плоскости. То есть, если предмет у вас находится выше ваших глаз, то вы смотрите на него снизу. Если он находится ниже ваших глаз, вы смотрите на него сверху. Соответственно, вы так же изображаете. Это очень логичная штука перспектива. Например, чем бы мог являться этот кубик, на который вы смотрите сверху? Давайте лишнее сотру. Значит, например, это могло бы быть кресло. На кресло мы смотрим обычно сверху. Пока не лежим на полу, мы стоим и смотрим на него сверху. То есть, из-за этого объема у вас легко бы, на самом деле, могло нарисоваться какое-то кресло. Ну, пока оно примитивное, понятно, но все равно. Чем бы мог быть, например, объем, на который вы смотрите снизу вверх? Это может быть, например, светильник. То есть, можно его усложнять как-то, но, по сути, вы можете себе представить, что на потолке висит какая-то вот такая квадратная люстра, ну и там торчат какие-то вот лампочки. По факту, когда вы будете что-то рисовать, вы будете начинать с чего-то общего и приходить к чему-то частному. Что это значит? Вы будете начинать с самого простого и понятного. На самом деле, самое простое и понятное в рисунке – это кубик. Вот если вы правильно научитесь рисовать кубик и ловить его пропорции, все остальное относительно него вам будет рисовать очень просто. То есть, мы с вами нарисовали что-то простое и будем уходить в сложное. В качестве основ перспективы пока давайте остановимся вот на этом. Есть еще вариант, когда у вас предметы пересекают линию ваших глаз. То есть, когда они как бы закрывают ваши глаза. То есть, если мы нарисуем отрезок, который пересекает линию вашего горизонта, сколько плоскостей вы будете видеть? Как вы думаете? Вы будете видеть две плоскости. Вы не будете видеть ни верхушки, ни дна, соответственно, вашего. У вас будут видны только две боковые плоскости. Вот вы смотрите, например, с угла, и у вас видна левая и правая, соответственно, плоскость вашего кубика. Ну, с перспективой пока все более подробно на курсе. Значит, для того, чтобы изобразить какой-то объем, какой-то объемно-пространственное изображение, вы сейчас познакомились с перспективой. Значит, перспектива нам помогает показать объем в рисунке. А есть еще такая штука, как свет и тень. Вот это то, что усиливает эффект вот этого объема. У меня в руках кубик, у которого вы видите три плоскости. Одна находится в свету, другая находится в тени, и третья находится в чем-то среднем. И все плоскости, которые к небу развернуты, самые светлые, потому что туда попадает больше всего света. А плоскости, соответственно, которые отвернуты от света, куда свет не попадает, самые темные. Начнем с того же кубика в угловой перспективе. То, что я не рисую точек схода и линии горизонта, говорит просто о том, что они у меня в голове есть. А на самом деле их не обязательно рисовать. Просто с опытом к вам это придет. Пока, может быть, рисуйте. Значит, ну вот кубик. Мы смотрим на него с угла. В принципе, вот он стоит. То есть он к нам в таком положении развернут. У него сейчас видны три плоскости. И вот на этих трех плоскостях мы с вами разберем, что такое свет, тень и полутон. Значит, свет – это та плоскость, на которую попадает больше всего света. Больше всего света в данном случае, как упрощенную схему, мы будем брать верхнюю. Верхнюю, потому что мы так привыкли. Солнце у нас наверху, и, в принципе, все предметы мы так воспринимаем, что свет всегда падает сверху. Значит, и верхняя плоскость у нас будет свет. Тенью будет, на самом деле, плоскость, которую мы не видим. Плоскость, которая в данном случае нижняя, которая стоит на столе. Туда будет попадать меньше всего света. Но поскольку мы видим три, из этих трех плоскостей одна будет теневая. Если у нас источник света будет светить слева направо, то тенью у нас будет правая плоскость. Если справа налево, то тенью будет левая плоскость. В данном случае возьмем, что источник света светит слева направо. То есть вот это вот у нас тень. А полутон будет вот здесь. Полутон – это плоскость, на которую будет попадать меньше света, чем на самую верхнюю часть. Но в то же время свет все равно будет. То есть он будет как бы попадать покасательнее, по сути. Значит, ну вот они, три основных, соответственно, разделения. Свет, тень и полутон. Есть еще очень важная вещь, которая называется рефлекс. Рефлекс – это свет, который отражается от пространства вокруг. То есть предмет, он никогда не находится один в пространстве. Он все время связан со средой, в которой он расположен. И вот среда как раз отражает свет, и обратно на него, соответственно, этот свет попадает. Что такое рефлекс? Рефлекс – это свет, который отражается от пространства вокруг и попадает обратно на предмет. То есть, если у нас кубик стоит на плоскости, например, стола, то свет падает вначале на стол, и потом отраженный попадает обратно на наш кубик. В данном случае свет у нас идет слева направо, эта плоскость теневая, соответственно, свет идет, отражаясь от плоскости, попадает обратно на предмет, и где-то вот здесь у нас возникает рефлекс. Значит, почему это важно на самом деле? Рефлекс помогает нам усилить эффект объема. Почему он помогает? Потому что за счет того, что он появляется, у нас появляется больший контраст на переднем плане, на угле, который выходит к нам. То есть этот угол получается темнее и постепенно растягивается в зону рефлекса. А самое светлое место у нас, соответственно, на световой части где-то здесь. У нас получается самый сильный контраст между светом и тенью в этом моменте, вот на этом угле. И визуально угол начинает гораздо больше в рисунке выходить на нас. То есть это такой вот прием, который помогает вам отображать форму, усиливать эффект объема в вашем рисунке. Можете попробовать порисовать дома кубики. Это самое вообще полезное упражнение, потому что через кубик мы потом можем нарисовать все. Если вы правильно будете считывать пропорции куба, то любой другой предмет, вы можете относительно этого куба делать больше, меньше и попадать правильно в пропорции. Поэтому первое, что учат делать, и меня первое, что учили делать, это рисовать кубик. Вот. Более интересная история происходит со светом тени на телах вращения, но об этом мы сейчас говорить не будем, будем говорить на дальнейших занятиях. Уголосе с нет ... Уголосе с нет ... Уголосе с нет ... Субтитры подогнал «Симон»